Нам приходится обходить далеко. Почему я на Курчатова должна идти вон туда? Мы все должны идти туда. Мы здесь ходили, нам тут рядом, тут два магазина, там третий магазин, остановка. Евдокия Ивановна едва сдерживает эмоции. Всему виной печально известная стройка на углу улиц Московской и Курчатова. На протяжении нескольких лет бабушка и ее соседи вынуждены мириться с тем, что вместо зеленого пригорка под их окнами ощетинившийся арматурой котлован. Огороженная территория давно превратилась в свалку. Отрезала короткий путь до близлежащих магазинов, а однажды едва не привела к трагедии. Все дело в том, что на третьем этаже в крайней квартире у нас был пожар. И в результате пожарная машина не могла подъехать сюда. Им пришлось останавливать машину на Курчатова здесь, демонтировать лестницу и все тащить. Это вот хорошо не было открытого пламени. А если бы было? История с незавершенной стройкой на перекрестке улиц Московской и Курчатова тянется больше пяти лет. Все это время вопрос находился в подвешенном состоянии. Но, кажется, сейчас лед все-таки тронулся. На днях Министерство имущественных и земельных отношений подало в Нижегородский арбитраж два иска. Первый – о признании права собственности на объект незавершенного строительства отсутствующим и об освобождении земельного участка. Как рассказал нашему каналу депутат городской думы Алексей Волгин, если требования удовлетворят, события будут развиваться по четкому и понятному алгоритму. По практике происходит следующее. Суд принимает решение об освобождении земельного участка и предлагает, точнее обязывает застройщиков земельный участок освободить и облагородить его, привести в первоначальное положение. Если же он это не делает, и это также прописывается в решении суда, то с таким правом наделяется Министерство имущественных отношений, которые за счет бюджетных средств восстанавливают земельный участок и эти расходы опять же перекладывают на застройщиков. Взыскивают их тоже в судебном порядке. Второй иск, с которым региональное министерство обратилось в суд, касается неосновательного обогащения. Речь идет о сумме с пятью нулями, которую мог бы получить городской бюджет. Происходит пользование земельным участком и за него должна платиться аренда. И в какой-то момент мы направили запросы в органы, власти, в том числе Нижегородской области, в нашей КУМИ, запросили информацию об уплаченной арендной плате за данный земельный участок. И выяснилось, что за четыре года застройщики, арендаторы этого земельного участка не заплатили ни рубля, и в итоге у них уже долг более 700 тысяч рублей на текущий момент. Как показала практика, такие дела арбитраж рассматривает несколько месяцев. А значит, уже следующей весной Евдокия Ивановна и ее соседи наконец-то смогут вздохнуть спокойно. Но не будем забегать вперед. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.